Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. 30 вопросов о культуре и истории многонациональной страны. Новгородцы написали этнографический диктант. 10 минут и проблема решена. Под окнами новгородского областного телевидения после сигнала журналистов дорожные коммунальщики поставили новый знак. Прежний сломанный пролежал без внимания 3 дня. Человек и время. В Читай-городе начала работу выставка, посвященная писателю и общественнику Константину Северной. Новгородские медики отмечают некоторое снижение заболеваемости вне больничной пневмонии среди школьников. Объявленный в Великом Новгороде карантин в общеобразовательных учреждениях дал ожидаемый эффект. Однако общее количество детей, у которых диагностирована пневмония, остается высоким. За месяц этой инфекцией переболели 352 ребенка. Значительного спада заболеваемости не наблюдается. С этих слов брифинг для журналистов начала главный педиатр области Ирина Истомина. На сегодняшний день в больницах Великого Новгорода остаются 160 детей, которым поставлен диагноз внебольничная пневмония. Ежедневно педиатры регистрируют до 30 случаев заболевания. Тяжелых случаев у нас нет. Состояние детей на фоне лечения в течение трех дней становится удовлетворительным. И по сути дела они могут быть выписаны на амбулаторное лечение. Потому что они не лихорадят, чувствуют себя прекрасно, лечение назначено. Но и мы можем это сделать по желанию родителей. Родители не хотят. Случаи заболевания внебольничной пневмонии на этой неделе стали фиксировать и в районах области. К примеру, в Валдае за последние семь дней этот диагноз поставлен 11 школьникам. Что касается дошкольников, как было, так и есть. То есть единичные случаи внебольничной пневмонии по разным детским садам. В некоторых побольше, в некоторых поменьше. Они регистрируются, но такой массовой заболеваемости детей дошкольного возраста ее нет. Именно в детских садах, по мнению медиков, были своевременно приняты противоэпидемические меры. Усилены утренние фильтры, отменены занятия в бассейнах и осенние праздники. Что касается профилактики среди школьников, медики советуют правильно питаться, принимать витамины и во время карантина не общаться со сверстниками. Последнее условие в городе соблюдается не всегда. Есть еще внеклассные всякие занятия, есть еще кружки и все остальное, куда дети ходят заниматься. И, конечно, родители, которые хотят, чтобы дети не заболели, желательно на этот период все-таки отказаться от посещений дополнительных каких-то кружков и так далее. Впереди праздничные выходные. Для удобства родителей маленьких пациентов все поликлиники Великого Новгорода в понедельник 6 ноября будут работать в штатном режиме. Алена Савтина, Сергей Корнев. Новости Новгородское областное телевидение. Накануне Дня народного единства новгородцы вместе со всей страной, космонавтами и полярниками написали этнографический диктант. В регионе работали 39 площадок, две из них в областном центре. Вероника Лебедева вчиталась в вопросы теста и пообщалась с теми, кто решился проверить свои знания. В каких регионах страны живут ингерманланцы, как зовут знаменитую Печорскую сказительницу и на берегах какой реки обитают ненцы и коми. Этнографический диктант – название скорее условное. На самом деле это тест из 30 вопросов о культуре и разных национальностях нашей страны. На базе нашей школы на данный момент у нас 35 участников. Это студенты колледжей, школьники, которые пожелали сегодня прийти и написать этот диктант. Жители Великого Новгорода, учителя, много учителей географии. Участник акции, студент политехнического колледжа, будущий автомеханик Сергей Ряхов признается, география и культура – не его конек. Он больше в физике и химии разбирается, но все же решил попытать свои силы. Меня пригласили, я заинтересовался. Такого плана диктанта я еще никогда не писал. Сейчас узнаем, как получится. Как и Сергей, проверить свои знания мог любой желающий. Главное – быть старше 15 лет и уметь читать и писать по-русски. 20 вопросов едины для всей страны, остальные 10 связаны с особенностями региона. На написание этнографического диктанта отводится 45 минут. Как раз сейчас все желающие проверить свои знания о культуре и народах нашей страны должны сдать свои работы. Всего этнографический диктант сегодня пишут в 39 пунктах Новгородской области. Сегодня этнографический диктант писали в 85 регионах страны и в 11 странах СНГ. А также экипаж МКС и команда ледокола в Мурманской области. Итоги акции будут подведены 12 декабря, в День Конституции России. Вероника Лебедева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Новгородские журналисты, дорожная полиция и городские коммунальщики провели совместную операцию по спасению знака на пешеходном переходе. Длилась она порядка 10 минут, а вот подготовка к ней заняла почти трое суток. Пешеходный переход в районе улицы Зеленой лишился опознавательного дорожного знака три дня назад. Упал он сам или его уронили хулиганы? История умалчивает. Стоит отдать должное. Все это время столб пролежал буквально в полуметре от места своей прошлой дислокации. Его не украли и не сдали на металлолом. Мимо проходили прохожие, проезжали автомобили и даже сотрудников ДПС, приезжавших сегодня на ДТП на соседний пешеходный переход, лежащий дорожный знак не заинтересовал. Сотрудники Новгородского областного телевидения наблюдали и гадали, когда же человечек в синем вновь возвысится над зеброй. Третьи сутки бездействия ответственных чинов подвигли нас выяснить, в чьем ведении находится знак и в чьих же силах вернуть его в вертикальное положение. Оказалось, что принадлежат знаки городскому хозяйству. Предписание выдаёт ГИБДД, а прикладывает силу к их вертикализации компания-подрядчик. Знаки приоритета, к примеру, они восстанавливаются в течение суток. На все остальные знаки до трёх суток. А пешеходный переход – это приоритет? Ну, как сказать, он не относится к знакам приоритета, но это очень важный знак на дороге, что для обеспечения безопасности перехода пешеходов и прочее, для безопасности, в общем, очень важно. Вы это предписание не получили? Пока что нет. Три дня бездействия, 10 минут работы после звонка журналистов и новенький знак на флуоресцентном фоне вновь стоит на страже пешеходов. Впрочем, проявить свою гражданскую позицию и попросить вернуть знак в исходное положение может любой новгородец, просто позвонив по телефону 94-66-95. В рамках Года экологии крупнейшее предприятие Новгородской области комбинат «Акрон» инициировал проведение лекции, темой которой стала химическая безопасность. А прочёл её один из ведущих учёных-химиков страны Валерий Петросян. Лекция «Современные проблемы химической безопасности» началась с разговора о веществах, разрушающих наш организм. Заслуженный профессор МГУ, академик Валерий Петросян рассказал о самых опасных из них, провоцирующих онкологические заболевания и инвалидность. Один из способов избежать этого – регулярный мониторинг водных объектов. Именно в них чаще всего появляется смертельно опасная метилртуть. Есть угроза и от сине-зелёных водорослей. Цианобактерии, как их иначе называют, они в качестве продукта вторичного метаболизма образуют вот эти самые высоко токсичные и дурно пахнущие вещества, которые травят рыбу и, соответственно, ни в коем случае людям её нельзя потреблять. Говорили на лекции о химбезопасности продуктов. Последние научные исследования показывают, что в варёной свёкле на вторые сутки скапливается огромное количество токсичных нитритов. Это значит, что борщ нужно съедать сразу же после приготовления. Также в списке вредной еды – жареный картофель, хлеб и кофе. Европейскими учёными абсолютно однозначно и безоговорочно доказано в течение последних семи лет, что имеющаяся в этих сырых продуктах так называемая аспарагиновая кислота, другое её химическое название для специалистов – амино-янтарная кислота, она при термической обработке выше 120 градусов по Цельсию образует акриламид, обладающий высокой канцерогенностью. Организатором крупного образовательного проекта в рамках Года экологии стала ПАО «Акрон». По инициативе его специалистов в Великий Новгород, кроме академика Петросяна, приедут и другие известные учёные и научные деятели. ПАО «Акрон» как экологически ответственное предприятие приняло на себя решение провести открытый образовательный проект. Проект называется «Зелёная парадигма жизни на земле». Цель данного проекта – повышение уровня экологического образования жителей Великого Новгорода. Посетить лекцию мог любой новгородец. К слову, желающих оказалось немало. Известного учёного с интересом слушали и химики, и студенты, и представители природоохранных ведомств. Добавим, что проект включает в себя ещё две лекции. Они состоятся 16 и 30 ноября. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Ольга Ионова и Вероника Лебедева, Сергей Корнев. Новости Новгородской областной телевидения. Петербургский музей политической истории России помог новгородскому «Читай городу» подготовить и открыть выставку, посвящённую советскому писателю, поэту и общественному деятелю Константину Михайловичу Симонову. Первый день работы экспозиции, экскурсию провёл старший научный сотрудник музея Андрей Месько. О жизни и творческом пути Константина Симонова рассказывают репродукции экспонатов Фонда музея политической истории России и вещи из личных архивов, фотографии, документы, газеты, а также афиши и кадры из фильмов, снятых по произведениям писателя. Одна из задач организаторов выставки – показать, что помимо выдающегося писательского таланта, Константин Симонов известен как общественные деятели, то, что эти жизненные направления в судьбе автора были неразрывны. Экскурсию для первых посетителей новгородской выставки провёл один из её авторов, сотрудник Петербургского музея. Мы ни в коем случае не стремились создать какую-то икону из писателя, сгладить ошибки, где-то пройти мимо каких-то, может быть, негативных тенденций, которые имели место быть. Но прежде всего здесь главная тема – это ответственность писателя за, скажем так, морально-политический климат в обществе и в более широком смысле, конечно, за формирование сознания нашего народа. Особый интерес представляют копии писем писателя, адресованных Иосифу Сталину, Никите Хрущёву и Леониду Брежневу, а также материалы, рассказывающие о борьбе писателя с цензурой при публикации его произведений. Выставка «Человек и время» писатель Константин Симонов расположилась в одном из залов библиотеки «Читай город» на улице Псковская и будет работать до 29 ноября. К этому часу всё. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Перед рекламой прогноз погоды, развитий событий в наших вечерних выпусках. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова